Притчи. Глава семнадцатая. Кто ругается над нищем, тот хулит творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. А милосердный помилован будет. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей их. У верного целый мир богатства, а у неверного не обало. Неприличная глупому важная речь, тем паще знатному устал живое. Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться, он успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает зло, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться, а уклоняющийся от учения впадет в беды. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок за пазухи, из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость перед лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын досада отцу своему, и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18. Притчи. Прихотя ищет свои нравы, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокая воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не испровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат-растощителю. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух – кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до бельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходят соперники его и следуют его. Жребий прекращает споры и делает между сильными, решает между сильными. А злобившийся брат – неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уз человека наполняется чрево его. Произведением уз своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье. А содержащий прелюбодейку безумен и нечестив. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Притча, глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и при том глупый. Нехорошо в душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его. Тем паще друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлична глупсу пышность, тем паще рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын сокрушения для отца своего, и сварливая жена, сточная труба. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящая заповедь хранит душу свою, а нерадящая о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделать все тебе впоследствии мудрым. Много замостов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели живый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу, и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын, срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотает неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Притчи, глава двадцатая. И нет ничего. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумно вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Неодинаковые весы, неодинаковые меры, то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь засыта есть хлеб. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумную. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дрессовою. Предприятие получает твердость через совещание, и по совещанию веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори, я отплачу за зло, предоставив Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы – недобро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой. Сеть для человека поспешно давать обед, и после обеда обдумывать. Мудрый царь выведет нечестивых, и обратит на них колесо. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Раны от побоев, врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Притча. Глава 21. Сердце царя в руке Господа. Как потоки воды, куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертву. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых – грех. Помышление прилежного стремится к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист – того действия прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда он оказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда уразумляется мудрый, то он приобретает знания. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху – сильную ярость. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрание мертвецов. Кто любит веселье – обеднеет, а кто любит вино и туг – не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой. Вожделенное сокровище – туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей – кощунник, имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивства убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит. А праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета, вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Притчи. Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумные видят беду и укрываются, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терные сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Человека доброхотно дающего любит Бог, и недостаток дел его восполнит. Милосердие будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Победу и честь приобретает дающие дары, и даже владевает душой, получающей хоныя. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Тому царь, друг. Очи Господа охраняют знания, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит лев на улице, посреди площади убьют меня. Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию. Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставления, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя. Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот. Потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которые провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Притча, глава 23. Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою. И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прещайся лаковыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Не вкушай пищу у человека завистливого, и не прещайся лаковыми яствами его. Потому что каковы мысли в душе его, таковы он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи. Потому что защитник их силен. Он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению, и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою, и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам. Но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом. Потому что пьяницы, и присыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не прибрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои донаблюдают пути мои. Потому что блудница глубокая пропасть, и чужая жена, тесный колодезь. Она как разбойник сидит в засаде, и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вино приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди морей, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Притча, глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляют в сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он ус своих. Кто замышляет сделать зло, того называет злоумышленником. Помысл глупости грех, и кощунник мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение. Скажешь ли, вот мы не знали этого. А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это, и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивый впадут погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебя обманывать устами твоими. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. И это притча Соломона, которые собрали мужей языки царя Иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царя исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примость от серебра, и выйдет у серебренька сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Не величайся перед лицом царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе, пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя перед знатными, которые вы видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой остромит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай. Да бы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестье твое не отойдет от тебя. Любовь и дружба освобождают, сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения. Сохрани пути твои благоустроенными. Золотые яблоки и серебряные прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота. Мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложные свидетельства против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающийся себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Как моль одежды и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Если городе голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной и жадной жды души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогать со славой не есть слава. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Притчи, глава двадцать шестая. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлична глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого. Что влагающий драгоценный камень впрощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно. И глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит, я только пошутил. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для рожжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенная уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Притчи, глава двадцать седьмая Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радует сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего. И в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше соседа вблизи, нежели друг вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословищем у меня. Благоразумный вид бедой и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочту за злословищего. Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподние авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Мерзость пред Господом дерзко поднимающих глаза и неразумны, невоздержанные языком. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Сердце беззаконника ищет зла, сердце же правое ищет знания. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдая за скотом твоим, имей попечение о стадах. Потому что богатство не навек, да и власть, разве из рода в род, Прозебает трава и является зелень, и собирает горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольна козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Притчи. Глава двадцать восьмая. Несчастивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых, тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечастивых, а соблюдающий закон негодует на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон сын разумный, а знающийся с расточителями, срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом или хвою, соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва, мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочное наследует добро. Человек богатый и мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговлении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий левый голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо, такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большей приязни, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителем. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обедняет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Притчи, глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стинает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знает со сблудницами, тот растащает имение. Царь правосудим утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, растилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречается друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников человек неправедный, и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Притча, глава 30. Слова Агура, сына Иокеева. Вдохновенное изречение, которое сказал этот человек. Эфиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебе и не сказал, кто Господь. И чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба перед господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожарать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Гласно смехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклеит вороны дольные и сожжут птенцы орлинные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь, и жены прелюбодейные. Поела и обтерла рот свой, и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, и глупого, когда он досыто ест хлеб. Позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеет стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев – силач между зверями, не посторонница ни перед кем. Конь и козел – предводитель стада, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь. Так и возбуждение гнева производит ссору. Притчи, глава 31. Слова лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям лемуил, не царям пить вино, и не кизям секеру. Чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, сына ее выше жемчугов? Уверена в ней сердце мужа и ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсти лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, в урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чересла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами из земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.